МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привет! Это ЕНТ. Просто о сложном. Программа о том, как подготовиться к тестированию и сдать его без проблем. Сегодня поговорим о государствах раннего Средневековья на территории Казахстана. Это государства Карлуков, Огузов и Кимаков. Карлукское государство существовало почти два века, с 756 до 940 года. На территории от Джунгарского, Латау до среднего течения Сырдарьи. Столица Суяб находилась в Семеречи. Правители Карлуков в разное время носили разные титулы. До 744 года он назывался Эль-Тибер. С 744 до 840 – Джабгу. А потом еще 100 лет до 940 – Каган. В начале 8 века начинается переселение Карлуков на территорию Житесу. Завершается оно в 746 году. В это время под ударами Карлуков пал тюргешский Каганат в Семеречи 704-756 года. Вмешательство карлукских отрядов позволило арабам победить китайцев в битве у города Атлах в 751 году. Но сразу после захвата власти на этой территории над победителями нависла угроза вторжения со стороны Китая. Чтобы предотвратить его, в 766-775 годах Карлуки завоевали Кашгарию, расширив тем самым свои границы на востоке. Однако череда побед, обусловленных слабостью противника, вскоре сменилась тяжелыми поражениями. В 840 году Карлуки в союзе с кыргызами нанесли поражение уйгурскому Каганату. Именно после этой победы Белгекул Кадырхан, правитель города Испинджаба, объявил себя первым Каганом Карлуков. Однако в том же году правитель Самарканда объявил священную войну против Карлуков, овладел Испинджабом, который стал центром распространения ислама в Южном Казахстане. К 960 году основная часть Карлуков приняла ислам, а государство Карлуков впало в 940 году под натиском правителей Кашгарии. В ЖТСУ власть переходит к новой династии – Караханидам. Теперь об Агузах. В конце 9-го, начале 10-го веков Агузы основали свое государство в среднем и нижнем течении Сырдарии. Об этом упоминается в арабоязычных историко-географических сочинениях, в том числе в работе Аль-Якуби. Есть несколько версий происхождения слова «агуз». Первая от слова «уиз» – молочная основа, а в русских летописях есть упоминание племени – узов. Вторая от слова «ок» – стрела. По третьей версии название народа происходит от слова «огиз» – вол, бык. А по четвертой – от имени легендарного основателя Агузхана, о котором написано в средневековой рукописи Агузнаме. По сведениям среднеазиатского ученого 11 века Махмуда Кашгари, в состав Агузов входило 24 племени, а по данным арабского источника 12 века Аль-Марвази – 12 племен. Государство у Агузов называлось «Иль» – племя – бой. Родовые подразделения – «Оба» и «Кок». Верховный правитель Агузов, власть которого передавалась по наследству, носил титул «Джабгу» или «Ябгу». Наследники Джабгу носили титул «Инал». Опекуны наследников в детские годы назывались «Атабеки». Жены Джабгу – «Хатун» – могли принимать участие в управлении государством. Агузское государство опиралось на военную демократию. Титул предводителей Агузского войства – «Сюбаши». Официальные советники Джабгу назывались «Колеркин». Народные собрания у Агузов собирались раз в год. В связи с усилением влияния феодальной аристократии вместо народного собрания стали созывать совет знати – «Канкаш». С расцветом Агузского общества верховная власть управления страной стала принадлежать великому и малому Курултайну, о чем имеются сведения в Агузнаме. С X века у Агузов функционировала система регулярных налоговых сборов. В 965 году между Агузами и киевским князем Святославом был заключен военный союз против Хазар, в результате которого Хазарский каганат был разгромлен. Через 20 лет, в 985 году, Агузы и русский князь Владимир нанесли поражение Волжской Булгарии. На рубеже X и XI веков, в период правления Алихана, государство Агузов приходит в упадок из-за многолетних войн и восстания народа против жесткой эксплуатации и высоких налогов. Приемник Алихана, Шахмелик, подавил восстание, укрепил свою власть и в 1041 году захватил Хорезм. Однако спустя два года Шахмелик попал в руки сельджуков и был казнен. Это был последний правитель Агузов. В середине XI века, в силу внутренних и внешних противоречий, Агузское государство пало, а его население вошло в состав Кыпчакской державы. Теперь поговорим о третьем средневековом государстве. Согласно китайским летописям, племена Кимаков сформировались в начале VII века. Проживали они в северо-западной Монголии. После падения западно-тюркского Каганата Кимаки начинают обособляться от других племен. В 766-840 годах Кимаки заняли территорию Западного Алтая, Тарбогатая и Алакольской котловины. В состав населения страны Кимаков входило 7 племен, о чем свидетельствует персидский историк XI века Гордизы. В конце IX века по названию кимакских племен был создан Кимакс Каганат, который занимал территорию северо-восточного и центрального Казахстана. Столицей Каганата был город Имакия на Иртыше. Вторая столица, город Карантия, находилась на побережье озера Алаколь. Кимакский правитель назывался Каган. Титул Джабгу у кимаков был на две ступени ниже Кагана. Вождь одного отдельно взятого племени имел титул Шат-Тутук. Вся полнота власти находилась в руках Кагана. В основном кимаки занимались кочевым скотоводством. Было в их государстве также полуоседлое и оседлое население, которое занималось земледелием. Кимаки охотились на тигров, барсов, соболей, торговали пушниной. У кимаков была развита письменность, о чем свидетельствуют найденные бронзовые зеркала с надписями на основе древней тюркской письменности. С X века в среде кимакской знати начинается проникновение ислама. Кимаки захватили часть земель Тогуза-Гузов, совершали набеги на их города в восточном Туркестане, совершили также поход против енисейских кыргызов. Правители уделов стремились к самостоятельности, что вело к ослаблению центральной власти. К концу X века кимакский Каганат перестал существовать. Власть на его территории перешла к ипчакскому объединению. Теперь давайте посмотрим на тестовые задания, посвященные теме средневековых государств на территории Казахстана. Задание первое. Вспомните период существования Карлукского Каганата. И правильный ответ это вариант Е 756-940 годы. Следующее задание. Наиболее раннее известие о существовании Огузов содержится в трудах. Вариант А. Аль-Беруни. Вариант Б. Аль-Якуби. Вариант С. Аль-Фараби. Вариант Д. Сюан-Дзяня. Или вариант Е. Ибн-Аль-Фахиха. И правильный вариант ответа это вариант Б. Аль-Якуби. Третье задание. Хронологические рамки существования кимакского Каганата. Вариант А. Конец XI-начало XV века. Вариант Б. Начало XII-конец XIII века. Вариант С. Середина XII-1219 год. Вариант Д. Девятый начало XI веков. Вариант Е. Одиннадцатый 1467 год. И правильный вариант ответа это вариант Д. Девятый начало XI века. Следующее задание. В середине VIII века Карлукский Каганат был основан на территории. Вариант А. Семеречья. Вариант Б. Приоралья. Вариант С. Северного Казахстана. Вариант Д. Мавераннахра. Или вариант Е. Кашгарии. Правильный ответ вариант А. На территории Семеречья. Пятое задание. Столица Огусского государства в X веке. Вариант А. Тарас. Вариант Б. Отрар. Вариант С. Янгикент. Вариант Д. Цыгнак. Или вариант Е. Пинчуль. И правильный ответ это вариант С. Янгикент. Шестое задание. Кемахский правитель носил тюркский титул. Вариант А. Хакан. Вариант Б. Хан. Вариант С. Джабгу. Вариант Д. Ябгу. Или вариант Е. Сюбаши. И правильный вариант ответа это вариант А. Хакан. И последнее задание. Главным занятием карлуков, огузов и кемаков было А. Кочевое скотоводство, Б. Торговля, С. Рыболовство, Д. Земледелие или Е. Охота. И правильный вариант ответа это конечно же вариант А. Кочевое скотоводство. Конспекты по этой теме и по всем остальным темам наших программ вы всегда можете найти на сайте телеканала www.belin.tv.kz А теперь давайте послушаем рекомендации старшего товарища Сабины Балдыковой. Страшное слово из трех букв для меня ЕНТ. Для меня это был действительно особенный случай, ведь в 11 классе я отучилась по программе обмена в Америке. И приехав обратно я сдавала экзамены за 11 класс и в конце концов мне пришлось сдавать ЕНТ. Получается готовилась я в Америке самостоятельно, без помощи своих преподавателей, без хождения на любые курсы, без ничего. Со мной был целый чемодан тестников, справочников и всего остального. Самое важное в процессе подготовки я считаю именно решение тестников. Потому что вся база вопросов по ЕНТ содержится именно там. И тестники послужены для меня просто замечательным материалом для подготовки. То есть вопросы, которые были в тестниках за предыдущие годы, допустим, или за тот же 2011 год, в котором я сдавала ЕНТ, все были в тестниках. То есть нового мне почти ничего не попалось. То есть могут быть вопросы, которые сформулированы по-другому. Или может быть не то спрашивается, что спрашивалось в оригинальном тестнике, но вы все-таки будете знать и примерно предполагать, что же будет у вас на ЕНТ. На самом ЕНТ не стараться обращать внимание ни на что и ни на кого. Надейтесь только на себя. Не надо надеяться, что вот какая-то девочка вам решит математику, а вы русский, потому что вы русский лучше знаете. Нет, вам никто там помогать уже не будет. Сидите сами, решайте сами, сосредоточьтесь. Не отвлекайтесь. Даже если вас кто-то будет просить о помощи, да, пускай это будет подло и нечестно, но в любом случае это для вас правильно. Это ваша жизнь и ваши результаты. Не надейтесь на шпаргалки. Только вы и тесты. Битва один на один. И у вас есть все, чтобы в ней победить. Все, что хотите запомнить и пересмотреть, вы найдете на сайте www.belimtv.kz. Это ЕНТ. Просто о сложном. С нами не пропадете. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!